В эфире программа «День города» в студии Марина Комиссарова. Здравствуйте! Темы, о которых мы расскажем в сегодняшнем выпуске. Русские на Аляске. Экспедиция географического общества продолжается. Влюбленные в небо. Под Рязанью проходят сборы парашютистов. Великие и могучие в городе празднуют День русского языка и День рождения Александра Сергеевича Пушкина. 217 лет назад, сегодня, 6 июня, родился Александр Сергеевич Пушкин. Не случайно именно в этот день уже пятый год празднуют День русского языка. 150 миллионов человек на планете Земля считаются русскоязычными, и еще 100 миллионов владеют им как вторым языком. Русский – самый распространенный славянский язык. Более того, он является самым распространенным европейским языком с географической точки зрения. А еще это язык, который обязательно изучают космонавты, которые желают попасть на Международную космическую станцию. Праздничные мероприятия посетила наша съемочная группа. У на море дух зеленый, золотая цель надувит дом. И днем, и ночью ход ученый, все ходит по цепи кругом. Эти бессмертные строки способен продолжить любой из нас. Именно Александра Сергеевича Пушкина часто называют основоположником современного русского литературного языка. Сказки Пушкина приходят к нам с самого раннего детства, что мы его начинаем любить, и он доказывает нам какие-то чувства с твоими стихами и поэмами. Он пишет все такими красивыми словами и для нас понятными. Он описывает все очень красиво и волшебно. Что ни говоря, без Пушкина и правда никуда. Мы встречаем времена года пушкинскими строками «Мороз и солнце, день чудесный». Мы подходим к зеркалу с фразой «Яль на свете всех милее». И даже когда строгий начальник ругает нас за не сданный вовремя отчет, в голову приходит «Выпьем с горя, где же кружка». Одним из любимых мест, где можно вспомнить с детства знакомые произведения, остается областная библиотека имени Максима Горького. Сегодня в рамках акции на языке в своем родном любой прохожий имел возможность вспомнить цитаты известных людей и освежить свои знания. Стараемся, привлекаем наших читателей к таким акциям, к таким мероприятиям. У нас вот проходит очень много мероприятий, связанных с чтением, посвященных книгам, каким-то авторам, писателям, где как раз мы уделяем очень большое внимание русскому языку. По словам библиотекарей, никакие электронные носители не способны вытеснить обыкновенные книги. Поклонники бумаги и запаха типографской краски продолжают перечитывать до дыр любимые произведения. «Я электронные книжки редко читаю, у меня их нет». Русский язык занимает восьмое место в мире по общему числу владеющих им людей. И по результатам проходившего недавно в стенах библиотеки тотального диктанта, можно сказать, что за уровень грамотности рязанцам не стыдно. Согласно закону Рязанской области от 6 марта текущего года, пенсионеры 70-80 лет получают компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 50 и 100% соответственно. Однако порядок предоставления такой компенсации должен устанавливаться правительством Рязанской области. В связи с отсутствием порядка у жителей города возникает немало вопросов относительно исполнения закона. В связи с отсутствием порядка в прокуратуру области поступали звонки, в том числе от пенсионеров органов прокуратуры, с вопросом, когда будет принято постановление. Информирую, что проект порядка предоставления компенсации разработан Министерством социальной защиты населения области и прошел 25.05.2016 года процедуру обсуждения на комиссии по координации законопроектной деятельности при губернаторе области, на котором замечания и предложения прокуратуры области на отдельные нормы проекта учтены. После рассмотрения проекта на заседание правительства области и подписания его губернаторам, граждане, имеющие по закону право на компенсацию расходов на уплату взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, смогут воспользоваться своим правом на компенсацию за период с 1 января 2016 года. Экспедиция Рязанского отделения Русского географического сообщества вылетела на Кадьяк из Анкариджа. Почти неделю велись подготовительные работы в самом крупном городе Аляски. Приобреталась еда на маршрут, проверялось и докупалось снаряжение. Также состоялся целый ряд встреч с учеными, общественностью и православными священниками, ведь у нынешней экспедиции акцент именно на православное наследие Русской Америки. Конечно же, участники проекта находили время и для поддержания себя в хорошей физической форме. Велосипедные и пешие прогулки служили и тренировками, и позволяли осмотреть замечательные природные достопримечательности окрестностей Анкариджа. Домбовский Волк. Это выражение может быть не очень хорошо в России, но здесь, в середине Анкариджа, восточноевропейский магазин смотится буквально рядом. Глаз Альчакерский. Поддержка на другом конце света. Этот магазин восточноевропейской еды недавно открылся в Анкаридж. Это значит, много эмигрантов России здесь находится. А вот и привычная для россиян селедочка. А где же водочка? В другом магазине, в специализированном. Пейте без остановки, напитки из черноголовки. У нас в Рязани грибы с глазами, но здесь в Анкаридже это выражение явно не проходит. Белых мы здесь не видели. А вот смачков вчера набрали очень много. Кстати, вкусные грибы. Почему люди не летают, как птицы? Этот вопрос не стоит перед теми, кто однажды выбрал парашютный спорт. Как правило, на первый прыжок люди идут ради самоутверждения. Испытать себя или доказать окружающим, что можешь совершить поступок. Некоторые люди не мыслят свою жизнь без риска. Для них побеждать естественная потребность. Для других людей парашютизм – это просто любимое хобби, активный отдых. В любом случае, однажды попробовав небо на вкус, люди зачастую уже не мыслят своей жизни без полетов. В выходные для парашютистов под Рязанью стартовали сборы международного уровня. На прыжок, как на праздник. Парашютным спортом занимаются совершенно разные люди разных профессий и возрастов. И каждый находит в этом что-то свое. Сегодня под Рязанью на аэродроме Крутицы собрались спортсмены, которые планируют стать инструкторами. Для этого им необходимо особенно тщательно изучить техники безопасности в воздухе во время прыжка. Сборы, которые сегодня начались у нас на аэродроме, будут продолжаться 4 дня. Сборы проводятся в рамках подготовки специалистов тандема инструкторов и инструкторов программы АФФ. Это ускоренное обучение свободного падения. Проводят сборы Юрия Гермашова, человек, который прибыл из США для организации этих сборов. Люди приезжают со всей страны, с различных регионов. С чем это связано? С тем, что проведение данных сборов возможно только на аэродромах, которые аккредитованы для их проведения. И наш аэродром один из трех в России, который позволяет эти сборы здесь проводить. Соответственно, наша материальная база, авиационная техника и слушающая персону позволяет соответствовать международным требованиям для проведения этих сборов. В сознании обывателей парашютный спорт чаще всего ассоциируется с десантными войсками. Но существование и развитие парашютизма реально и вне военной сферы. Так называемая дроп-зона Крутицы – одна из немногих площадок в нашей стране, где подготовка происходит на высочайшем уровне. Частыми гостями здесь становятся парашютисты с мировыми именами. На этот раз сборы проводит спортсмен, на чьем счету порядка 9 тысяч прыжков. Что требуется, что нужно стать инструктором, что требуется, что нужно стать коучем, что требуется, что нужно стать экзаменатором. Все у нас написано, это скридайп из информейшн менюал. Также у нас написана вся программа АСП, о которой мы говорили, да? Так здесь все описано, вся разбита по категориям. Прекраснейшая вещь. Замечательно, что у нас есть два книга такая. Категория А. Категория А, к большому счету, наша начальная наземная подготовка. Это то, что мы должны возгнуть студента нашего. Традиционная география приезжих широка. Пензенская область, Тамбов, Саратов, Подмосковье. Чтобы получить необходимое знание и обучиться у Юрия Гормашова, на сборы приехали спортсмены из Тюмени. Я приехал из Тюмени специально, чтобы пройти обучение, коуч и тандем-инструктором стать. Чтобы у нас в Тюмени появилась возможность все-таки прыгать. То есть Юрий настолько известный специалист, что... Да, он известный во всем мире, конечно. Он экзаменатор, который имеет право принимать и обучать людей, таких как я и всех желающих. А вы давно занимаетесь парашютным спортом? Почему вообще решили инструкцию? Ну, я прыгал, да, довольно-таки давно, но у меня не так много прыжков, как у Юрия. Да, у меня всего 520 прыжков. И это как раз достаточно для того, чтобы пройти курс обучения. И без него уже не живется совсем. Парашютный спорт – это спорт сильных людей. Сильных физически. Для управления парашютом и воздушными потоками необходима хорошая физическая подготовка. И, разумеется, сильных духовно. Но еще, как говорил абсолютный чемпион мира и заслуженный тренер Леонид Ячменев, парашютный спорт – это спорт умных людей. Иногда за считанные секунды необходимо произвести в голове расчеты с поправкой на ветер и максимально быстро принять то или иное решение. К тому же парашютный спорт – занятие настоящих романтиков. Аэродромная жизнь во время летних сборов, лесные рассветы и прыжки на закате. Разъезды по всей стране в сезон чемпионатов и фантастические виды планеты с немыслимой высоты. И если вам кажется, что романтика – это то, что потерялось в суматохе серых будней, это совсем не так. Сотрудники регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции в результате проведения мероприятий по противодействию обороту фальсифицированных и некачественных горюче-смазочных материалов пресекли попытку рязанского предпринимателя путем мошеннических действий похитить три тонны дизельного топлива. Злоумышленники, получив от одного из сельхозпредприятий Рязанской области заказ на транспортировку дизельного топлива с нефтезавода, организовали хищение трех тонн данного ГСМ. Планировалось, что бензовоз с топливом по пути на сельхозпредприятие заедет в Рязани на склад горюче-смазочных материалов, где злоумышленники сольют часть качественного топлива и заменят его на топливо низкого качества, которое не может использоваться для сельскохозяйственной техники. На складе не были задержаны сотрудниками полиции злоумышленники 35-летний водитель бензовоза и 49-летний заведующий складом. Ориентировочно дизельного топлива было похищено на сумму свыше 90 тысяч рублей. В последующем установлено, что ранее 52-летний предприниматель перевозил горюче-смазочные материалы для многих предприятий области, по имеющейся информации, после указанных поставок у одного из сельхозпредпринимателей сельхозтехника вышла из строя, а производственный ремонт обошелся на сумму более 1 миллиона рублей. По факту покушения на совершение мошеннических действий Следственным управлением ОМВД России по Рязанской области в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. В отношении 52-летнего предпринимателя избрана мера пресечения обязательства о явке. Если судебный пристав подходит к вашему автомобилю со смартфоном или планшетом, в руках стоит хорошенько подумать, не имеется ли на вашей совести должок. Новому приложению «Мобильный розыск» абсолютно все равно, с каким настроением вы расстались с бывшей супругой и почему не имеете возможность заплатить алименты вовремя. Встроенная камера просто сканирует номер автомобиля и выдает сотруднику всю подноготную на хозяина. Если выясняется, что владелец транспортного средства в списке должников, его подождут прямо на парковке. В этом случае сказать, что никого нет дома, не получится. Решить проблему придется на месте. Варианта три. Расплатиться с долгами, не отходя от автомобиля. Получить квитанцию или постановление суда. Или молча смотреть, как арестовывают машину. На днях у рязанцев уже была возможность воочию убедиться, как работает. Умное приложение. Судебные приставы провели эксперимент на парковке торгово-развлекательного центра «Круиз». Три должника на полсотни проверенных автомобилей. Если сканер не может распознать номер машины, пристав вбивает его вручную и получает тот же результат. Программа должна показывать все возможные задолженности, которые числятся за автовладельцем. От штрафов до алиментов. Если судебный пристав подходит к вашему автомобилю со смартфоном или планшетом в руках, стоит хорошенько подумать, не имеется ли на вашей совести должок. Новому приложению мобильный розыск абсолютно все равно, с каким настроением вы расстались с бывшей супругой и почему не имеете возможность заплатить алименты вовремя. Встроенная камера просто сканирует номер автомобиля и выдает сотруднику всю подноготную на хозяина. Если выясняется, что владелец транспортного средства в списке должников, его подождут прямо на парковке. В этом случае сказать, что никого нет дома не получится, решить проблему придется на месте. Варианта три – расплатиться с долгами, не отходя от автомобиля, получить квитанцию или постановление суда или молча смотреть, как арестовывают машину. На днях у рязанцев уже была возможность воочию убедиться, как работает умное приложение. Судебные приставы провели эксперимент на парковке торгово-развлекательного центра «Круиз». Результат охоты – три должника на полсотни проверенных автомобилей. Если сканер не может распознать номер машины, пристав вбивает его вручную и получает тот же результат. Программа должна показывать все возможные задолженности, которые числятся за автовладельцем – от штрафов до алиментов. Борис Гребенщиков сыграл на улице Рязани. Центром событий стала почтовая. В воскресенье, 5 июня, легенда русского рока, Борис Гребенщиков вместе со своим коллективом выступил на веранде одного из кафе. Послушать любимую музыку пришли несколько сотен рязанцев разных возрастов. Не помешал этому и проливной дождь. Ансамбль играл около получаса. Затем БГ пригласил всех на вечерний концерт в филармонию. АПЛОДИСМЕНТЫ Это все, о чем мы хотели. Присоединяйтесь к нам в социальной сети ВКонтакте, вступайте в сообщество телекомпания «Город», а также смотрите новостные выпуски, актуальные интервью и тематические программы на сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до завтра. Хорошего завершения дня. Редактор субтитров А.Семкин